По решению суда в Дагестане снесут незаконные строения. По итогам судебных заседаний вынесено 15 решений о сносе самовольно возведенных строений, 36 решений о приостановлении строительства объектов, а также 55 о приостановлении эксплуатации объектов. На рассмотрении в судах в настоящее время находятся еще 22 материала. В Дагестане с начала апреля задержали 10 человек, которые незаконно ловили рыбу, на территории трех районов республики. Пограничное управление ФСБ России по республике Дагестан напоминает, что несоблюдение правил пограничного режима влечет за собой ответственность согласно законодательству Российской Федерации. С сегодняшнего дня Махачкали приступил к работе Ирано-Дагестанский визовый центр. Он будет предоставлять услуги по получению виз в Исламскую Республику Иран в упрощенной форме и по заниженной стоимости. Так жители республики смогут получить паломнические, туристические, транзитные, длительные, двукратные, многократные визы в Иран. Более 40 тысяч читателей посетили Национальную библиотеку Дагестана в первом квартале 2017 года. Помимо этого активно развивается и официальный сайт библиотеки. Так, за первый квартал интернет-ресурс посетили более 24 тысяч человек. За прошлый год библиотеке зафиксировано более 170 тысяч посетителей, а на портал учреждения в сети интернет зашли более 90 тысяч пользователей. Спортсменка из Дагестана стала чемпионкой России по боксу. Уроженка Хунзахского района Саадат Долгатова стала чемпионкой весовой категории до 69 килограмм. Решающим поединки Долгатова одолела Дарью Симашко из Москвы. Для спортсменки из Дагестана эта медаль стала четвертой золотой на чемпионатах России. Кроме того, в ее активе серебро чемпионата мира сообщается на сайте Министерства спорта Дагестана.